Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Вы почему-то думаете, что те люди, которые занимаются наукой, занимаются исследовательской работой, те, которые пишут кандидатские диссертации, докторские, ПИДД, ну это аналог докторской диссертации, что это какие-то люди вне мира сего, это люди, которые так высоко стоят над вами, это совершенно не так. Это совершенно не так в России, это абсолютно не так и в Австралии. Я встречался с этими людьми, с докторами наук и с кандидатами различных наук. И я вам скажу, что по крайней мере в сфере образования, в сфере бизнеса, даже в сфере экономики, я не вижу людей, которые бы просто нахождение с ними делало тебя бы намного умнее, не светлее, что ты чувствовал бы свою ничтожность, малость и незначительность, да ничего подобного. Те люди, которые занимаются наукой работой, это просто люди, которые анализируют то, что они делают. Вот и все. Практически отличие тех людей, которые занимаются этой работой, то есть те, которые идут в философию, да, потому что магистратура и тем более докторская философия, PHD. Это обычная работа, где вы пытаетесь осмыслить, что вы делаете и пойти дальше, предложить что-то новое. Может быть что-то спорное, может быть что-то, что кажется очевидным. И вы это делаете. Может быть вы это внедряете, может быть вы это советуете внедрить. Да это, если взять любую отрасль, я даже не говорю о таких, как мы называем почти, что бла-бла-бла, что касается менеджмента, образования, но даже точных наук, ничего сверхнового изобретения практически не получается у людей. Подавляющее, и кстати это и не должно быть, подавляющее число работ, это обобщение практического и теоретического опыта. Вам надо просто больше читать по той тематике, которая у вас есть. Либо тут чем вы занимаетесь, либо это то, что вам интересно, либо это то, что вам дали и соответственно вам интересно, хотя бы потому, что какие-то итоги будут нести. Это будет нести пользу для вас. Это будет ваше светлое будущее. Скажу вам по публикации. Я встречался с различными публикациями, публикациями, которые можете, ну хорошо, вебско найти. И это топовые публикации. Я думаю, что это более высокий уровень, чем уровень скопуса. Скопус это выше ваковских, ваковские выше каких-то других журналов, на которые даже нельзя ссылаться, или скажем так, ссылки на которые не очень корректны. Но ведь даже те люди, которые делают статьи в Википедии, они перелопачивают огромное количество материала. Это фактически академическая статья. Википедия это академические статьи. И проверяют их, кстати, люди, которые далеко не новички. То есть люди, которые допускают это в Википедию, это люди, которые, если хотите, рецензенты. То есть фактически это те же самые академические статьи по тематике, которая, ну она менее научная, потому что она не делает анализ. Вот она, эта тематика говорит о том, что было, в какой-то степени, может быть, почему это случилось. Когда я встречался с нашими учеными, когда я читал журналы типа Эпска, то есть, грубо говоря, я встречался с людьми, которые публиковали свои работы, и начинаем, ну, с Джона Тагарта, допустим. Его статья, единственная, которая была в Эпска, статья за аж 89 или 87 год, она была интересная по авторскому праву как раз в информационных технологиях. и это в области цифровой, скажем так, электронной собственности. Я не скажу, что я был особенно впечатлен. Мне понравилась у Джона Тагарта его организованность, его светлый ум, его веселый нрав, скажем так. Мне нравится его отношение к моим студентам. Но я не скажу, что за Джоном Тагартом стоит какая-то наука, это, прям так, юридические дисциплины и юридические дисциплины в применении к экономике и к бизнесу. Я не скажу, что это великий человек, это мой друг, это хороший человек, это умный человек, умеющий организовать свое время, но это один из самых высоких уровней в этой сфере. То есть люди, которые самые высокие в сфере, допустим, академической, юридической, это уровни его, Джона Тагарта. И встречаясь с ними, встречаясь с подобными преподавателями и академиками, то есть людьми, которые публикуют свои работы, я не почувствовал, что это люди, которые знают намного больше меня и у которых есть какой-то особый дар. Они просто умеют организовать свое время и у них хорошие связи, потому что даже очень хорошие работы проблемно просто опубликовать. А если у тебя есть какие-то связи, ты можешь публиковать вообще все, что угодно. Это не только в России или Украине, это то же самое в Австралии. Поэтому в этом плане не надо ничего бояться. Что касается, предположим, потери вашего времени, даже в самое сложное время, для своих студентов, я не думаю, их будет много, но для нескольких студентов, которые будут одновременно учиться на PHD в это время, мне достаточно просто организовать преподавательскую работу в очень многих учебных заведениях высшего образования. То есть это университеты и высшие учебные заведения, скажем так. И это небольшая проблема. И средний заработок будет, если брать проверка тетради, если брать какие-то лекции и семинары, будет 100 долларов. Ну, проводите 40 часов в этой работе, 40-50 часов, вы будете зарабатывать 4-5 тысяч долларов в неделю. И в этом случае частично вы будете зарабатывать эти деньги и в каникулы. У вас реально под 200 тысяч долларов заработок будет прямо сейчас, даже по интернету. Утомительно, не очень приятно готовиться и докладывать это все по интернету, но, ребята, а что, очень хорошо работать по интернету, когда вы бухгалтер или вы менеджер? Я тоже не думаю, что это великое счастье. Ну, и ситуация такая. Поэтому я думаю, что и с этой точки зрения ничего страшного нет. Это большой заработок. Более того, те люди, которые очень сильны в философской стороне, то есть это люди, которые академической деятельностью занимаются, эти люди всегда нужны государству. Потому что они думают, они обобщают. Государство для того, чтобы, ну, если хотите бороться с своим собственным народом, оно должно опираться на умных людей, сильных людей, людей со связями. Таким образом, входя в эту отрасль, вы становитесь умнее, сильнее. То есть все хорошее, все нужное для вас, для вашей карьеры, это все усиливается. При этом, я бы не сказал, это какие-то большие дотраты вашего времени, вашего ума, как вот ваших усилий. Вы же поймите, если вы даже идете работать маляром, самая низкая, что может быть, вот именно просто рабочие специальности, при этом не особо квалифицированные, да, не надо там учить. Никто не учит малярки там в ПТУ там по 4 года. Вы же все просто по факту учитесь, как бы, то в подмастерях, потом уже в мастерах и понеслась. Вот. Но ведь у вас тоже нахождение клиентов, нахождение работников, если вы собираетесь сабконтракт делать, то есть кто-то за вас будет работать, контроль за денежным потоком и все остальное, маркетинг. Все это требует, ну, каких-то усилий больших, гораздо порой больших и нервных, чем академическая работа, где вы просто берете тот же даже электронный материал и перелопачиваете, и ищете по ключевым словам. Это совершенно не проблемно. Вы просто подумаете о том, что будет после этого. А после этого вы имеете то самое светлое будущее, на которое рассчитываете. Поэтому подумайте об этом. Это, на мой взгляд, увлекательно, замечательно. И за уши вас потом не оторвешь после того, как вы к этому пристраститесь, поверьте мне.